ПРО СПОРТ Порте интересно в ближайшие 15 минут. 24 года брестской команды «Аматор» не было в высшем свете белорусского мини-футбола. Новое поколение аматоровцев собирается дать бой именитым командам. Первая на очереди минская команда «Охрана Динамо». Историю нового футбольного сезона брещане начали писать в родных стенах. При внушительной поддержке на матч пришло около 600 болельщиков. Брестские игроки стартовали с ярких красок. Они с первых минут матча забрали мяч под свой контроль и старались взломать оборону противника. На площадке зачастую была плотная борьба, которой никто не хотел уступать. Отличная возможность открыть счет хозяева площадки упустили в концовке первого тайма. За шестой фулл охраны брещане получили право на дабл-пенальти. Удар с 10 метров. Но не срослось. Галкипер гостей оказался непробиваемым. Присмотревшись к игре «Аматора», гости агрессивнее заиграли во втором тайме. Команды стали смешивать краски игры, подбирая новые комбинации. Итогом этому стали два гола в ворота «Аматора» с разницей в три минуты. Инстинкт киллера, по мнению тренера брестской команды, у противника оказался лучше развит. Пришли в атаку, забейте гол, не надо там рвать сетку. Просто заковыряйте его, тогда все будет в порядке. Но, к сожалению, сегодня не хватило вот этого тычка, которого хватило команде соперников. Ситуация вынуждала «Аматор» идти на риск. Вместо голкипера вышел дополнительный полевой игрок. Брещане были близки к тому, чтобы отыграться. Но в отдельных эпизодах отлично сыграл вратарь противника. Конечно, вратарь это полкоманды, но здесь, как бы, сказал бы, больше мы виноваты, чем в нем. Скорее всего, мы били в него, а не... Ну, он, конечно, выручал, но я думаю, что из тех моментов мы должны были выжать, ну, не менее один гол, а минимум два. Отличиться хозяевам площадки удалось лишь в последнюю минуту матча. Со второго до полпенальти им посчастливилось послать мяч в цель. А на большее времени не осталось. Начинаем с поражения, но эскиз качественной игры уже есть. Осталось провести работу над ошибками. Сегодня праздник удался. Вы посмотрите, сколько было сегодня зрителей. Это просто сказка. Ну, команда молодая, команда бойцы, команда с характером. Где-то на нашей стороне было, наверное, чуть-чуть везение. И вот эта вот сила воли и опыт, наверное, международных матчей и высшей лиги чуть-чуть сказался. Все придет. Мы должны быть одним коллективом, мы должны работать над тем, что концентрация должна быть максимальной, когда ты находишься на площадке все игровое свое время. Тогда прогресс будет. Если концентрации не будет, будем расслабляться, вот ничего не будет. Игроки и тренеры уверяют, что в ближайших матчах порадуют своих болельщиков забитыми голами. А турнирный путь команды в элите только начинается. В далеком 1992 году команда Аматор заняла пятое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Что будет в этом сезоне, расскажет и покажет программа «Проспорт». Открытые республиканские соревнования по гребле на байдарках и коной на призы олимпийского чемпиона Сергея Макаренко вновь прошли в городе над Бугом. За медали боролись спортсмены от 13 до 16 лет. Победы Сергея Макаренко в спортивную летопись страны вписаны золотыми буквами. В 1960 году на Олимпиаде в Риме наш земляк завоевал первую белорусскую медаль по гребле. В честь этого события в Бресте уже седьмой год подряд проходит именной турнир на призы Сергея Макаренко. Соревнования стали своего рода спортивным брендом города. На сегодняшний день больше всех медальных достижений у нас, конечно же, в гребле. Гребля, легкая атлетика. Это наши коронные виды для Беларуси. И у нас есть прекрасный гребной канал в Бресте. Мы говорим, что мы любим его, говорим, что он один из лучших не только в стране, но и в Европе. Поэтому здесь должны действительно готовиться олимпийские призеры-чемпионы. В нынешних соревнованиях принимают участие более ста юных канаистов и байдарочников из Беларуси, России и Украины. Те, кто подают большие спортивные надежды. Многие из гостей на турнире впервые. Впечатление очень-очень хорошее. У вас очень красивый здесь канал. У нас в Украине таких очень мало. Ну, один только есть в Днепроветровске. И в Киеве еще. Впервые в Бресте, в Беларуси. И очень-очень хотелось бы выиграть. Распространенный стереотип, что главное не победа, а участие, опровергают все спортсмены. Брещанин Никита Скращук на этот турнир перед собой поставил цель. На родной воде нужно побеждать, но, по крайней мере, попадать в призы. Важные соревнования, потому что эти соревнования в моем родном городе. И хочется выиграть. Макаренко был олимпийским чемпионом. Хочу стать таким же, как и он, и выиграть золотую медаль. Представительницы слабого пола говорят, ни лодки, ни весла, ни тяжелые. Когда занимаешься любимым делом. Просто понравился этот спорт, нам заинтересовал гребля. И это как-то интересно заниматься. Не знаю, как получилось, мне его так понравилось, и мы начали ходить. Девушки в соревнованиях принимают участие только в заездах на дистанциях 200 и 500 метров. Для юношей есть еще гонка и на 1000 метров. Она в программе турнира самая престижная. Победители на дистанции 1000 метров у юноши Каноэ будут награждаться специальным призом. Именно от Сергея Лаврентьевича Макаренко, так как золотая медаль, которую он завоевал на Олимпиаде, была завоевана в двойке на 1000 метров. Кто знает, возможно для кого-то из этих юных спортсменов приз от имени легендарного Сергея Макаренко станет посылом для того, чтобы стремиться к олимпийскому пьедесталу. Инвалидная коляска – не повод замыкаться в четырех стенах. Так считают Владимир Сидорук и Анжелика Миранюк. Они ведут активный образ жизни и самостоятельно управляют автомобилями. А в начале осени добавили в свою жизнь адреналина. Решились на прыжок с парашютом. Хочется показать людям с ограниченными возможностями, которые сидят дома, и у них все плохо. Показать, что есть жизнь совершенно другая, не в четырех стенах, а как-то вот развитие. Это и спорт, это и активное участие в каких-либо программах. Покорить небо с мечикам помогали инструкторы. Прыжок проходил в тандеме. На одном парашюте летели вдвоем. Человек, который прыгает с инструктором, одевается подвесная система. Есть крепежи специальные, значит, он прикрепляется к подвесной системе основного парашюта от тандем инструктора. Рассчитывает инструктор правильный заход на приземление. И приземление – очень простой прыжок. Для многих прыжки с парашютом – это подвиг, на который они никогда не пойдут. А для инвалидов-колясочников Анжелики и Владимира – это один из способов испытать себя. Прыжок с парашютом – не тот случай, когда девушку нужно пропускать вперед. Но Анжелика решила нарушить все стереотипы о боязливых барышнях и прыгнуть первой. Морально я стала готовиться только так, когда самолет полетел. Это страшно реально. Когда он летит и тебе показывают высоту. Все больше, больше, больше. Это страшно. На земле ее встречали родные и знакомые, которые постоянно были рядом и поддерживали смелую подругу. А когда рядом люди, которые в тебя верят, даже самые смелые мечты воплощаются в реальность. Володя самостоятельно воплотил в реальность свою мечту. С легкостью покорил высоту. Еще раз доказал, что препятствий нет в реальности. Они только в нашей голове. Об этом говорят и опытные парашютисты. Новичкам они дают всего один совет – пробовать. Это незабываемые впечатления, эмоции. Прыжок с парашютом – это всегда интересно. Какой бы по счету он ни был. И первый особенно. И я решил перебороть свой страх. Прыгнул – обязательно. Главное – не передумать. Спортсмены за безопасное движение. Акция под таким названием в 14-й раз собрала лучших экстремальных гонщиков со всей страны. Главное – тезисы мероприятия в нашем сюжете. Основная задача инструкторов – обучить максимальное количество водителей, чтобы те могли найти выход из любой экстремальной ситуации. Кроме того, в программе – демонстрация оказания первой помощи, конкурсы для автолюбителей и соревнования в игровой форме для самых маленьких. Во время проведения таких мероприятий необходимо особое внимание уделять детям. Мы с вами прекрасно понимаем, что дети пошли в школу. И, как правило, детки в этот момент больше всего предоставлены сами себе. Во время акции, напоминаю, внимание дети, потому что дети пошли в школу, обязательно включать свет фар. Ну и много других мероприятий, вопрос-ответ конкурса. В областном конкурсе госавтоинспекции на лучшие мотивирующие фото победила семья, которая вскоре ждет пополнения. Я безумно рада победить в этом конкурсе. Я, если честно, очень ждала победы и очень на нее надеялась. Но основная и самая зрелищная часть акции – соревнования. Своё водительское мастерство в Бресте демонстрировали практически все лучшие гонщики страны. Одной из особенностей акции в этом году стала ее доступность для всех. Рядом с профессионалами выступали и любители. Я сейчас ехала с профессионалами, но как-то для меня это прям вот… Я понимала, что я как бы, ну, похуже их должна проехать, но все-таки я могу их объехать. Если ты едешь один, это одно. Когда едут несколько участников, это сложнее и хочется их объехать. Несмотря на экстремальную скорость, аварийных ситуаций на площадке не зафиксировано. Организаторы уверяют – польза от акции очевидна. Мы показываем и ребятам говорим о том, что лучше, во-первых, заниматься легальными гонками. Показывать какой-то крутой лучше здесь, соревнуюсь в официальных соревнованиях. Скорость, она уместна в соревнованиях. На дороге этого делать категорически нельзя. То есть, если кто-то хочет самовыразиться, у нас для этого есть площадки, в частности Вест-Акто, где можно действительно показать свой пыл, не нарушая никаких правил дорожного движения и остаться в живых. На очереди соревнования в Гомеле и Гродно, а финальный заезд пройдет 9 октября в Минске. ВГК имени Мешкова провел первый домашний матч в Сехолиге. Мешковцы легко и непринужденно обыграли чемпиона Боснии герцеговинный клуб «Извиджаш». Команда из города Любушки приехала в Брест в качестве темной лошадки турнира. Два сезона босниицы не участвовали в Сехолиге и кардинально изменили свой игровой стиль. В этом году «Извиджаш» – самая молодая команда на турнире. Главком брещан Сергей Бебешко по разным причинам на этот матч выставил не всех основных игроков. При этом у молодежи появился отличный шанс показать себя. Парни из Балкан с первых минут предложили мешковцам активную защиту, не собираясь так просто отдавать три очка. Скауты, как иначе называют «Извиджаш», играли в современный ганбол, заставляя нервничать тренера-хозяев. В середине первого тайма преимущество БГК было минимальным, но затем опыт и жесткие указания Бебешко своим подопечным принесли результат. В 25-й минуте преимущество уже было комфортным – 17-11. Скауты и во втором тайме продолжили испытывать БГК на прочность. Они играли в свое удовольствие, несмотря на отставание в счете. Но на заключительную часть матча сил у гостей не осталось. Мешковцы спокойно давили встречу до победы. С заброшенными мячами при этом смогли отличиться практически все полевые игроки. БГК выиграл 40-29. После матча главком БГК похвалил соперника за столь активную игру, отметив, что с такими новичками турнир станет еще лучше. Мы в нападении сыграли очень неплохо. Практически все комбинации доводились до логического завершения. Иногда забивали. Было такое, что вратарь соперника играл удачно. Очень хорошо, что сегодня мы уверенно выиграли, но нам было тяжело 45 минут. Мы потратили очень много сил. Это очень хорошо, что Сахалига каждым годом становится все сильнее. На этом евротурнирный путь БГК только начинается. Продолжение следует. Продолжение следует. На этом все. С вами был Олег Завадский. Смотрите «Проспорт» на сайте толькообъезд.бивай и в социальных сетях. Живите спортом, берегите себя. До встречи через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова